Наверняка все помнят случай, когда в начале года над Сургутом неадекватный пассажир потребовал лететь в Афганистан. Тогда все кончилось благополучно. Борт посадили в Ханты-Мансийске, хулигана задержали. После этого случая в России обезвредили еще более 10 таких пассажиров. А это рейс из Санкт-Петербурга в Анталию. Здесь 33-летний пассажир перебрал с алкоголем и набросился на стюардов. Пришлось успокаивать. И такое в небе было уже не единожды. После таких происшествий авиакомпании ужесточили контроль. Несколько дней назад в аэропорту Ноябрьска не пустили на борт четверых пассажиров с ощутимым запахом алкоголя. Каждая авиакомпания устанавливает свои правила поведения пассажиров на борту. Соответственно, когда человек покупает билеты, он дает свое согласие, письменное согласие о том, что он согласен с данными требованиями, правилами поведения. И, соответственно, берет на себя обязательства по соблюдению данных правил. Если пассажир в алкогольном опьянении все-таки оказался в самолете, максимум, что ему может грозить – административное наказание. Если, конечно, он не начнет буянить. Для таких хулиганов закон предусматривает штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. А что по этому поводу думают губкинцы? Ну, я думаю, что наказание было бы суток 15, как минимум. «Специально кабину можно сделать, чтобы успокоить, поговорить. Психолог должен быть там». «Лет 10 сразу дать и все». «Если вот человек один раз такое допустил, я вообще считаю, на самолет его сажать больше нельзя». У работников туристических агентств на этот счет свое мнение. Чтобы избежать инцидента в воздухе, нужно принимать определенные меры. Во-первых, конечно, не пропускать в зоне регистрации, в зоне предварительного досмотра в пьяном виде. Плюс то, когда человек прошел осмотр, ожидает своей посадки в зоне резервации. У нас куча торговых точек, которые продают алкогольные напитки как слабые, так и крепкой градусности. И человек, теоретически даже трезвый, войдя в эту зону, может порядком набраться. Поэтому, если вы планируете куда-то лететь, воздержитесь, не портите отдых себе и окружающим. Дмитрий Самойленко, Сергей Парфимович. Новости Губкинского.